В Чувашии, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются заморозки. Так что высока вероятность раннего начала отопительного сезона. Но не для всех. Жители столичного микрорайона Байконур накануне холодов могут остаться без тепла. Причина – неисправная система теплоснабжения и долги. На еженедельной планерке глава республики Михаил Игнатьев поручил взять этот вопрос под особый контроль. Эти дома могут остаться без тепла. Подготовка к отопительному сезону явно затянулась. Жители микрорайона волнуются, как бы им не остаться у разбитого корыта. Вернее, у холодной батареи. В курсе ситуация администрация столицы Московского района и даже прокуратуры. Еженедельно выезжаем сюда на территорию, обследуем, проговариваем план работы. Вышел из строя один котел. Только после активных переговоров включились до того, чтобы этот котел отремонтировать. Руководитель компании Байконур сервис Тихонов Ильянов Петрович считает, что относится безответственно к этому вопросу, не приезжает город Чебасар, находится ни в пределах города. Данный вопрос неоднократно рассматривался с участием и прокурора района, и иных служб. Имеет и финансовую задолженность, и ресурсов с организациями. Дома в микрорайоне Байконур обслуживает организация Байконур сервис. Между жителями управляющей компании в последнее время возникло непонимание. Люди недоумевают, откуда у них долги, услуги они оплачивают, а вот средства ресурсоснабжающим организациям не доходят. По этому вопросу жители дома обращались за помощью в разные инстанции еще в 2018 году. У микрорайона Байконур образовались большие долги за газ. На сегодняшний день, по данным мэрии, долг составляет около 1 миллиона рублей. Судя по всему, управляющая компания просто не оплачивает потребленные ресурсы. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день – это наличие задолженности перед ресурсниками, то есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Но прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Что касается технических неисправностей, то, как нас заверили специалисты, к концу этой недели их устранят. Вышло и строят теплообменник, то есть это, где именно происходит пламя газа, то есть это чугунная батарея, там и вышло и строят батареи вот эти секции, получается, трещины, микротрещины. Сейчас привезли котел, там новый теплообменник, мы его оттуда снимем и установим. Остаться без тепла накануне холодов – не лучшая перспектива. В следующей неделе, по прогнозам синоптиков, и вовсе принесет понижение температур, в том числе и дневных. Наталья Мальчикова, Республика.